Для работы пневмоинструмента требуется сжатый воздух, который поставляет компрессорная установка. Но компрессоров много. В этом видео разберёмся, чем они друг от друга отличаются, для каких задач подойдёт компактная модель, а для чего нужен компрессор побольше. И поговорим про подготовку воздуха. Но вначале разберёмся, что такое компрессор и как он работает. Если упростить, то вот это и есть сам компрессор. Устройство, которое всасывает, сжимает и перемещает воздух вот в этот баллон — ресивер. Компрессор закачивает воздух в баллон и останавливается при достижении определённого давления. Воздух расходуется, давление в ресивере падает, компрессор вновь начинает качать. Для очистки воздуха от пыли и прочих загрязнений на входе в компрессор установлен фильтр. Его нужно периодически осматривать и менять при сильном загрязнении. Внутри компрессора один или несколько поршней ходят вверх-вниз, сжимают попадающий в цилиндр воздух и проталкивают его в ресивер. В большинстве компрессоров используется масло, чтобы смазывать внутренние механизмы. Масляные компрессоры отличаются долговечностью. Однако по мере износа масляный туман из компрессора начинает попадать в ресивер и уходить дальше по шлангу. Это плохо, особенно для краскопультов и аэрографов. Для них воздух должен быть максимально чистым. Поршневые компрессоры есть и безмасляные. Их можно безошибочно определить по специфичной форме компрессорной установки. Она выглядит вот так. Безмасляные модели менее шумные и не дают масляного тумана. Но при работе такие компрессоры сильнее нагреваются и дольше остывают. Да и производительность, как правило, процентов на 25-30 меньше, чем у масляных. Так что в большинстве мастерских, шиномонтажей и гаражей используются масляные компрессоры. Но и у них есть различия в типе привода. Коаксиальный привод, он же прямой привод, когда электромотор напрямую связан с буквально на одной оси. Такие компрессоры, как правило, работают на высоких оборотах и производят много шума и вибраций. Находиться рядом с ними во время работы – сомнительное удовольствие. В моделях с ременным приводом электромотор стоит отдельно и через ременную передачу вращает шкив компрессора. За счёт этого сам компрессор работает на более низких оборотах, сохраняет ресурс, даёт меньше шума и меньше греется. Кстати, о шуме. Лучше его показать наглядно. Это масляный компрессор с прямым приводом. А теперь масляный с ременным. И поршневой безмасляный компрессор. Если нет возможности убрать компрессор подальше от места работы, то более тихая модель, конечно, будет предпочтительнее. Но шумят так или иначе все компрессоры. Производительность компрессора, то есть объём воздуха, нагнетаемый за минуту, и объём ресивера, где этот воздух накапливается под давлением – важные характеристики компрессора. Даже небольшая, размером с ладошку, бормашина может опустошить, казалось бы, не самый маленький ресивер меньше, чем за минуту. Получается, нужно смотреть на цифры производительности компрессора и цифры расхода пневмоинструмента, так? Да, но зачастую реальное потребление воздуха пневмоинструментом оказывается существенно выше заявленного. А у компрессоров часто завышены значения производительности. На некоторых даже предусмотрительно пишут, что это максимальная производительность, а не средняя или гарантированная. Проведём простой эксперимент. Возьмём компрессор производительностью 240 литров в минуту и запитаем им орбитальную шлюфмашину с расходом 141 литр в минуту. В теории, пока компрессор качает, давление в ресивере должно не только не падать, но даже расти. Но, как можно видеть, даже на холостом ходу орбиталка опустошает ресивер быстрее, чем компрессор его может наполнить. Получается, или инструмент потребляет больше заявленного, или компрессор качает меньше заявленного, или и то, и другое сразу. Причём такая ситуация не редкость. Для самых простых задач, вроде продувки от пыли или воды, или подкачки колёс, подойдёт и такой коаксиальный компрессор с небольшим ресивером. Если компрессор нужен как помощник по хозяйству, тут подточить, там подкрасить, здесь подшлифовать, то вот такая малошумная модель с ресивером на 50 литров с этим вполне справится. Но если вы планируете много и долго работать пневматическими инструментами, то чем мощнее компрессор и больше ресивер, тем лучше. Например, что-то с ременным приводом и ресивером от 100 литров. Чем больше объём ресивера, тем дольше компрессор может отдыхать, а по мощности в бытовом сегменте выбора особого нет. Почти все модели на 220 вольт имеют потолок мощности 2,2 киловатта, чтобы при запуске не перегрузить бытовую электросеть. Производительность таких компрессоров находится в районе 420 литров воздуха в минуту. Если нужно больше, потребуется трёхфазная розетка и соответствующий компрессор. Что же касается подготовки воздуха. Любой компрессор при работе образует конденсат, который оседает в ресивере и уходит дальше по шлангу. Перед тем, как подавать воздух в инструмент, его нужно осушить. Для удаления влаги можно установить фильтр-влагоотделитель, желательно на расстоянии 10-15 метров от ресивера, чтобы воздух успел остыть. Так влажный воздух, проходя через фильтр, будет терять значительную часть влаги и уже осушенный идти дальше в инструмент. Осевшая на фильтре влага будет стекать в колбу. Её, как и ресивер компрессора, нужно регулярно сливать. В зависимости от того, какими инструментами вы планируете пользоваться, дополнительно может потребоваться установка в линию лубрикатора. Внимательно изучайте инструкцию к пневмоинструменту. Там всегда будет показано рекомендованное устройство пневмолинии. Если компрессор нужен для регулярной работы пневмоинструментом или покраски, то здесь будет актуальным принцип «больше-лучше». Чем мощнее компрессор и объёмнее ресивер, тем комфортнее будет работать. В то же время не забывайте, что компрессор – штука громоздкая, шумная, требующая ухода и обслуживания. Для мелких и нерегулярных работ может быть достаточно и небольшой безмасляной модели. И не забывайте сливать конденсат из ресивера. Пока!